Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня мы посещаем мыс Эшпишель. Это место идеально подходит для путешественников, которые любят потрясающие пейзажи, необитаемый ландшафт и восхитительный вид на океан. Но нас этот мыс привлек не столько своими красотами, сколько необычной достопримечательностью, следами динозавров на ослиной скале. Некоторые туристы приезжают сюда, чтобы посетить святилище Богородицы, ведь с побережьем Эшпишель связано множество чудес и религиозных видений, что и превратило его в центр паломничества в 13-18 столетиях. И мы как раз подъехали к святилищу Богородицы мыса Эшпишель, которое было сооружено по приказу короля Педру II в 1701 году и освещено в 1707 году. И сейчас мы видим площадь, церковь, которая построена в типичном для Португалии стиле барокко, а с двух сторон от церкви находятся два симметричных крылоздания, в которых жили паломники, приезжавшие в святилище Богородицы со всего света. А еще ранее здесь был монастырь. Печально, но эти здания уже полуразрушены и закрыты для посещения туристами. А ведь могли бы до сих пор работать как гостиничный комплекс, ведь туристов здесь всегда было очень много, и пеших троп для походов и экскурсий тоже. Я, конечно же, обследовала все строения, обошла вокруг и даже заглянула в отверстие в стене. Камушек у ног как будто приглашает нас заглянуть внутрь и увидеть комнату этого строения. Да, похоже, конечно, на келье монахов, ведь ранее здесь был монастырь. Несмотря на заброшенность строений, значимость своей это место не потеряла, и даже в наши дни множество людей считают это место святым или просто интересным с исторической точки зрения и приезжают сюда каждый со своей целью. Вокруг этого комплекса есть большая огороженная площадка прямо над обрывом. Очень завораживает и хочется подойти ближе к краю, но это очень опасно. Бывают случаи, когда туристы пытаются сделать селфи на над обрывом и заканчивается это плачевно. Поэтому стоит, конечно, придерживаться правил. Почему же этот суровый утес много сотен лет был местом ритуального поклонения и до сих пор привлекает паломников? Все дело в одном видении, которое имело место быть в 15 веке, когда из океана появилась Дева Мария на гигантском муле и поднялась вверх по скалам. Достигнув вершины этой скалы, где сейчас стоит часовня памяти, она исчезла. На земле остались только следы гигантского мула, однако позже ученые определили, что это следы вовсе не мула, а гигантского динозавра Зауропода. А мы сейчас подходим к той самой часовенке, которая была построена на месте, где подъем Богородицы на муле был закончен. Эта часовенка хорошо сохранилась до наших дней и внутри даже можно разглядеть иллюстрации этой легенды на плитках Азулежу. Они очень хорошо сохранились и было бы хорошо зайти внутрь и рассмотреть их, но закрыто. Подумать только! Эта крошечная часовня памяти стоит на самом краю скалы, куда стекались паломники со всего света, начиная с 13 века. А сейчас здесь туристы делают шикарные фотографии и любуются этими необыкновенными видами с высоты. Мы готовы искать следы динозавров! А в 17 веке эта история и это место привлекли внимание королевской семьи. И рядом с этой старой часовней была построена церковь с монастырем, которые мы уже обошли и которые через столетия уже были не монастырем, а местом остановки паломников. А под этой часовней на отвесной скале и сейчас можно увидеть следы. Только не осла Богородицы, а огромного динозавра. Отсюда их разглядеть невозможно, но проложены специальные дорожки с указателями и мы можем подойти к месту, откуда безопасно можно их посмотреть. Очень красиво вокруг и тропинка увлекает нас все дальше к обрыву. И тут вдруг становится понятно, что это не тот путь, что нам нужен. И приходится возвращаться обратно к монастырским стенам, чтобы найти дорогу на соседний утес. Очень кстати, здесь находится милая маленькая кафешечка, в которой можно перекусить и отдохнуть. Мы поступили очень мудро, приехав сюда на рассвете, ведь к полудню уже не захотелось бы идти несколько километров под палящим солнцем. Ну а мы молодцы и поэтому вперед! Путь нам преграждает акведук, который был построен в те давние времена. Ну вот наконец нужная нам дорога найдена и мы начинаем накручивать по ней километры. И вот наконец указатель – следы динозавров. Ура! Мы на верном пути! В римские времена это место называлось Мыс Варваров. И здесь жил народ, который изготавливал ткани необыкновенного пурпурного цвета, какой любили римские императоры. Для получения цвета использовались моллюски, которые водились в этих местах. А в наше время мыс Эшпишель является диким и пустынным. И кто-то совсем не видит смысла приезжать сюда, а кто-то в восторге от этих диких красот и от загадочных троп над захватывающими дух обрывами. И от этих всех историй, дошедших до нас из глубины веков. А вот уже и край соседнего утеса. Именно здесь находится смотровая площадка, с которой можно увидеть следы динозавров. В 1981 году ученые установили, что эти следы были оставлены примерно 120 миллионов лет назад огромными динозаврами из группы Зауропод. И с этим открытием легенда об ослином следе немного потеряла свое очарование. Но зато мы теперь знаем, кто жил в этом уголке планеты миллионы лет назад. Красиво! Перед нами в полной красе теперь видна скала с часовней и монастырем, откуда мы и пришли. И вот на ней и находятся эти самые следы. Чтобы путешественники не путались в догадках, рядом находится большой плакат с указанием, где именно смотреть следы и какой именно динозавр их оставил. Удивительно, но оказывается существует два разных комплекта следов, которые принадлежат к разным видам динозавров и которые находятся рядом всего в 500 метрах друг от друга, но оставлены они с разницей в 50 миллионов лет. И благодаря тому, что скала, видимо, перевернулась в процессе природных катаклизмов, следы остались сбоку на отвесной скале и поэтому очень хорошо сохранились. Цель достигнута! Да, цель достигнута. И несмотря на то, что потрогать следы нельзя, все равно чувствуешь себя победителем, потому что сам процесс поиска следов не прост и не быстр. Хорошо, что здесь бывает ветер освежающий, а то бы совсем тяжело пришлось. Солнце уже начинает припекать, но у нас есть еще одна цель в этом месте – это маяк. Обратная дорога пролегала уже по другую сторону Акведука и дойдя до бывшего монастыря, вдруг понимаешь, что уезжать отсюда вовсе не хочется. Ничего не поменялось в мире. Мужчины, как и много веков назад, добытчики. Очень приятно. Угостилось, настроение еще больше поднялось и сил прибавилось. Можно двигаться к маяку. Несмотря на пройденные километры, хочется все-таки посетить еще и его. Подъедем мы на машине, так как пешком все-таки далековато. Эта часть полуострова всегда была опасна для судоходства, ведь рядом не было крупных городов, которые бы освещали побережье. И первый маяк здесь был установлен аж в 1430 году. А этот маяк, куда мы едем, совсем молодой – с 1700-х годов. Солнце начинает припекать. Солнце припекает и ветер уже не спасает. Жарко, душно становится. Но мы все успели. Обошли вокруг маяка, посмотрели вниз с замиранием сердца. Где-то внизу с грохотом непрерывно разбиваются могучие волны Атлантического океана. И теперь мы можем покинуть мыс Эшпишель с чувством выполненного долга. И я прощаюсь с вами. Всем всего хорошего и до новых встреч в необыкновенных местах.